А вот эту игру назвать новинкой можно с большой натяжкой. Project Spark впервые анонсировали в Лос-Анджелесе ровно год назад, а на сегодняшний день открытую бету успели опробовать более миллиона человек. Хотя говорить о Project Spark как об игре в классическом понимании тоже не вполне верно, ведь перед нами богатый инструментарий, позволяющий создавать собственные игры, анимационные фильмы и реализовывать всевозможные идеи и задумки. Используйте, модифицируйте и комбинируйте любые модели, текстуры, скрипты и анимации из огромного набора, а если вам что-то не понравится или разбушевавшаяся фантазия не захочет ютиться в пусть и широких, но всё же заданных кем-то другим рамках, сделайте что-нибудь своё с нуля. При этом никаких специальных знаний для работы не понадобится. Интуитивно понятный интерфейс позволит творить, не прерываясь на изнурительное изучение скучных руководств. Например, клип на песню Guilty All The Same группы Linkin Park создан именно при помощи Project Spark. И хоть ничего сверхъестественного в видео нет, а подобного результата можно было добиться при помощи любого современного видеоредактора, сам факт того, что такой известный исполнитель не побоялся использовать в своей работе «Виртуальный конструктор» от Microsoft заставляет поверить в успех затеи. Благо, как показывает опыт того же Steam Workshop, геймеры любят создавать моды и делиться ими друг с другом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сюжет Rise of the Tomb Raider продолжает историю, начатую в прошлогодней игре, где молодая героиня только-только вступила на путь искательницы сокровищ. В новой части Лара с самого начала будет хладнокровно убивать своих врагов, особо не задумываясь над моралью. Разработчики обещают, что героиня посетит сразу несколько любопытных мест неописуемой красоты, но вот что это будут за локации, пока неизвестно. Также авторы упомянули, что игровые зоны станут масштабнее. Скорее всего, даже появится некий элемент исследования, который в предыдущей части был слишком условным. Хотя высока вероятность, что они преувеличивают, и нас снова ожидают линейные уровни с минимальными развилками. Зато точно можно утверждать, что будет значительно развита идея с выживанием. Пока еще непонятно, как авторы собираются улучшать концепцию, но освежевывать оленя год назад нам понравилось. Надеемся, Crystal Dynamics не подведут и сейчас. Релиз Rise of the Tomb Raider намечен на конец 2015 года.